20 лет этот завод в Свирске стоял заброшенным. И вот промышленно гигант ожил. Сейчас здесь изготавливается 200-300 тонн металлоконструкций в месяц. Губернатору Сергею Ерошенко рассказывают, основная часть продукции идет на строительство временных мостов. Их возводят, например, когда на пути к месторождению Таежная река и нужно дать проехать тяжелой технике. План на ближайшее время довести объем выпускаемой продукции до 400 тонн в месяц. На сегодня это стабильное предприятие с огромными перспективами. Мы вышли на федеральные заказы, на федерацию, поставляя мосты по всей стране, включая ближнее зарубежье, как то Грузия, Казахстан. Большие перспективы и у этого свирского завода. Здесь производят автомобильные аккумуляторы, признанные одними из самых качественных в России. Сергей Ерошенко побывал во всех действующих цехах и отметил, предприятия регионы необходимо включать заявки на участие в федеральных программах для получения господдержки. Не только ресурсы в Иркутской области главные, а здесь вот на примере свежка сразу же видно, что именно трудовой ресурс, научно-образовательный ресурс у нас сам является основным. И поэтому сегодня есть инвесторы, которые организовывают новое производство, организовывают новые рабочие места. Часто бывает так, что прежде чем что-то начать строить, надо уговаривать кого-то, знать, куда зайти. А когда власть идет навстречу, я на себе это испытал, когда идет навстречу, тогда проще работать, тогда и побыстрее все строится, и делается, и вкладывается, и интересно вообще жить. А здесь жить уже стало интереснее. Физкультурно-оздоровительный центр «Олим» введен в эксплуатацию в прошлом году. Это первый модульный ФОК в Иркутской области. Именно по его образу и подобию в регионе строятся все другие. Есть какие-нибудь вопросы, любите, просьбы? Не стесняюсь, все устраиваю. Задавайте, задавайте. Задавайте. Просьба у нас одна. Сфотографируйтесь вместе. И все-таки это не единственное, что нужно «Олимпу». Требуется еще и спортивный инвентарь. Сергей Ерошенко сообщил, все необходимое будет приобретено на средства областного бюджета. Встреча с жителями – завершающее мероприятие в плане рабочей поездки губернатора в СВИР. С первого микрофона – представитель городского совета ветеранов. Он задает вопрос, который волнует всех гаражан. У нас в городе Сверский метека есть такая, которая дымит ежедневно, таким дымом отравляющим. Это переработка бюджетного аккумулятора. Вам, наверное, говорить не надо, что это такое. Сергей Ерошенко поручил разобраться в ситуации профильным ведомством и добавил, что сейчас в региональном правительстве разрабатывается карта здоровья Иркутской области. На ней будет отражена информация о загрязнениях вокруг промышленных зон и характерных заболеваниях, живущих поблизости людей. Также жители Сверска задавали вопросы о качестве медицинского обслуживания. Один из них касался необходимости строительства на территории Черемхова и Черемховского района своего сосудистого центра. Как отметил министр здравоохранения при Ангаре Николай Корнилов, этот вопрос стоит на контроле у регионального правительства и будет решен в ближайшее время. Анастасия Зверкова, Николай Крупченко. Новости сейчас.